отличный видок да картиночка все я виден нормально звуки думаю хорошо значит смотрите я почитал ваши я почитал ваши вопросы панель управления расщеплен вот прочитал ваши вопросы ответил на них вот так вот и теперь теперь вот вот хотел услышать ваше мнение о голоде против отроса я думаю тысячи людей кто столкнулся с этой болезнью будут вам очень благодарны за вашу точку зрения где-то я писал об этом и вы зайдя на мой сайт малахов про в интернет газету можете где-то это там найти 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 ну как бы сказать вот тазобедренные суставы болят значит как бы сказать просят начинать с них или еще как-то локально я все вам рассказываю что желательно желательно подходить к вопросу с позиции оздоровления всего организма но это как-то не доходит и вот мне прислала письмо с подписью ваша ученица что она делает она старше меня вот я почитаю и сразу же буду комментировать я думаю что разбор этого письма очень многим послужит на пользу много уважаемых мне 66 лет 12 лет я стараюсь бороться и жить по вашей системе у меня библиотека ваших книг а их у меня более ста сразу же скажу ста это там различные повторы и так далее в том числе и ваша толстая энциклопедия я это уже знаете лучше читать основы здоровья нежели энциклопедия так издатели все им надо энциклопедию какую-то ну сделали да сделали ваши знания безупречны я бы не сказал ваши труды неоценимы и самые драгоценные ну спасибо на этом хотя тоже придержусь несколько иного мнения когда читала вашу книгу мне 50 я плакала столько выложили труда и что сделали вы знаете ну спасибо за это хотя я как-то по-другому относился к этой так сказать художественной книге и мне больше нравятся мои же собственные записки голодающие особенно часть третья я тоже много делаю по вашему примеру но голова моя работает совсем не так бывает сейчас я ликую и радуюсь что смогу смотреть вас в ютубе получать новые знания вот это вот ликование и радость это есть очень важный оздоровительный процесс который оздоравливает нас духовного уровня с духа идет понимаете то есть тело которое духовное тело подпитывается именно возвышенной радостью но не важно чего она возникает главное чтобы она была возвышенной и важно чтобы вы это научились делать то есть оздоровление начинает спускаться оттуда на физический план значит и получать новые знания ну хорошо это для меня как воздух новые знания читайте мою газету интернет газету мыла хопру на сайте там их ого сколько я последние выложил я счастлива что могу вам написать спасибо я пью сейчас талую воду понимаю нужно было раньше хорошо талая вода очень полезная вещь которая очищает кровяное русло то есть у нас ну как бы сказать нету такого очистителя и разрыхлителя крови естественного простого как талая вода и она делает очень многие вещи поэтому пейте ее и радуйтесь понимаю нужно было раньше пью черный тмин черный тмин как раз нормализует работу желудочно-кишечного тракта в связи с этим у меня вопрос как долго нужно пить и гвоздику можно в кофемолке перемолоть я поняла чайную ложку запить кислым кислым молоком но сначала знаете надо что-то одно только раз черный тмин допустим месяц сделали перерыв недели две далее гвоздику значит да ее можно перемолоть на кофемолке и потом добавить там допустим пол стакана кислого молока или там кефира и выпить я сама делаю кефир и семена зиры и семена зиры сколько пить им можно черный тмин пить пить ну что тут несколько непонятно возможно это представитель ну будем говорить союзных республик на это я ответил напишу что я делал и что получила и что нет вот это самое важное начало сразу после больницы когда не было никаких шансов выжить видите когда он человека доведут до этого а он хочет жить и что делать а делать что изучать науку самооздоровление организма поменяла посуду пароварку соковыжималку дорогие сковородки правильно сок пью 12 лет мне нравится если сделаю базу за один месяц пропадаю нет энергии весной шпинат морковь отлично сельдерей салат морковь отлично особенно яблочно свекольный прекрасно яблочно свекольный осенью как раз он дает понимаете тонус организму снабжает организм железом биологически активным и в результате организм становится намного устойчивее особенно допустим к различным онкологическим заболеваниям тыквенно-морковные это мои любимые соки значит вот тыквенно-морковные ну ладно пьете так пьете вообще-то я бы тыквенный пил без морковки ну хотя если нравится это сочетание пожалуйста дело привычки 12 лет ем проросшие зерна перепробовала все лучше подходит пшеница если что-то там не получается у вас перемелите ее всего лишь чайную столовую ложечку на стакан там допустим кефира все это там можно смешать в блендере получится с метком вот такая смесь то есть да она должна идти она идет она работает это я на себе знаю и вот человек говорит лепешки обожаю ну целебную кулинарию ну смотрите же для вас снял все это припробовала разные виды так их люблю что знаю это плохо много могу пять штук съесть а пять штук дело в том что это уже не крахмал который содержится в зерне а когда они прорастают это становится солодовый сахар будем говорить это уже растительный продукт они только хоп проваливаются отлично и овощи овощи на пару или зеркска притушенные в воде отлично каши картофель реже но все на пару рыба курица раз в месяц на пару вот больше не хочется так по его хлеб не ем 12 лет и сладости не ем и не срываюсь отлично вот это уже очень большое достижение когда человек устоялся то есть хлеб не подпитывает себя дрожжами против которых потом надо бороться сладости опять-таки не подпитывает различную микрофлору вот и на заменяет это все естественно другими продуктами например это сухофрукты обожаю а и не срываясь то есть организм уравновесился другими продуктами потому что вот подобное питание более там как сказать сыра направлено на сторону сыроедения она преврождает жизненный принцип ветра и человек срывается особенно в холодное время года и у него жор наступает а тут этого нет видите человек уравновесил молодец значит сухофрукты обожаю наладился стул раньше два раза в неделю что послужило зашла койко всего организма и вызвало массу проблем но это как бы сказать следствие следствие так сейчас 3-4 раза в день так и должно быть стала любить спорт в школе терпеть не могла прогуливала в физру а теперь хожу фитнес как в рай молодец то есть человек стал понимать что физкультура без нее невозможно она способствует тому что все у нас там движется в противном случае ничего у нас не получается сауна после спортзала 3-4 раза в неделю очищение через кожу нормально пью сборы трав ваших не знаю какие там травы но я там их много рекомендовал особенно нравится шиповник листья смородины мята по его хвощу ван чай ван чай обожаю великолепный чай дающий силу это очень важно и еще наши сосуды более-менее эластичную люблю пешком ходить час-два так и надо любую с природой отлично оздоровление красотой иногда пританцую и пою о это вы когда человек пританцует и поет он входит вот может вот вот это вот в эти вот энергетические будем говорить вот субстанции которые меняются он начинает их чувствовать он начинает их пропускать через свое тело физическое тело понимаете это очень важно то есть включилась интуиция и человек будет вот танец тела и звука то есть это очень хорошо это важно так и надо поступать я на эту тему как вот расскажу больше записала все хорошие песни раньше только плакала и сериалы смотрел да хорошие песни они должны нас возвышать вытягивать они должны стимулировать наши тонкие тела более высокие суров на духовном уровне оттуда все идет здоровье если мы их перекрыли фигней мигней плакали и сериалы смотрели то есть вот так вот все перекрыли откуда будет здоровье мы перекрыли свои вот эти тонкие тела откуда идет построение всего организма и строится оживотворяющая сила да нету этого и все и все и все и все и все и все и все